Спасибо тебе Господь, спасибо тебе Царь Вселенной, спасибо, спасибо тебе Боже. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Слава Богу, друзья, слава Богу, братья, сестры, всех вас приветствую, благоставляю именем Господнем. Аллилуйя, у меня есть просканидия, подготовка к литургии утренней нашей, уже традиционно. В 6 утра делаю включение по киевскому времени, в 6 утра, в 6.00 делаю включение с утренней молитвы, с хлебопреломлением, с причастием с Евхаристией, то есть это литургия, как раз причастие тела крови Иисуса. Христа, Аллилуйя, спасибо тебе Господь, спасибо. Сегодня утро, но я до сих пор под впечатлением вчерашнего служения, воскресного. Вот, был в гостях в церкви у моих друзей, с прекрасным названием церковь, Иисус Христос, Путь, Истина и Жизнь, так называется церковь, это на Рыбальском, здесь в Киеве, собирается в Доме культуры, кузне на Рыбальском. С 10 утра, каждое воскресенье, добро пожаловать. Я рекомендую всем, кто на Рыбальском живет, или кто там поблизости где-то от Рыбальского, приезжайте. Вот, и пастор Геннадий Григорян, это мой старый друг, вот, и мы, хотя давно так не виделись, но в духе, в одном, как брат, в одном духе, в истине, вместе поклоняемся Богу, славим Господа. И даже для этой трансляции здесь на Ютубе, на канале Ютуба, я, в общем-то, обозначил как раз, ну, картинкой этой, заставкой такой, да, как раз именно нашу с ним вчерашнюю фотографию. Да, мы вчера с ним фотосессию такую сделали, потому что пастор Геннадий, он сейчас готовится лететь за океан в Америку к своей семье, будет там целый месяц, будет там, да, кстати, да, и только в мае месяце, в начале мая возвращается, вот, и благоставляю его поездку, благоставляю семью Григорянов, пастор Геннадий, Геннадий Джан, благоставляю вас. Вот, и, друзья, я благоставляю эту церковь, и, знаете ли, сегодняшним утром, вот, вчера вечером и сегодня утром, но вчера вечером я не делал трансляцию, потом подумал, надо было, все-таки, надо включиться вечером, но я вечером не часто делаю трансляцию, вот, иногда просто один на один с Богом, без, без свидетелей, без подключения к интернету. Но по утрам я предпочитаю все-таки включаться, чтобы вот вместе, вот так вот, и с семьей, и со всеми быть. Спасибо тебе, Господь, за все. Благословен Бог наш. И вот вчера вечером и сегодня утром, а сегодня утром особенно, молюсь здесь за все церкви города Киева, молюсь за все церкви Украины в целом, как страны, молюсь за все церкви, тем более в преддверии выборов, которые, значит, которые будут, уже получается вот скоро, в следующее воскресенье, 31 число, 31, да, значит, марта. И я думаю, что христианам стоит активнее молиться как раз здесь, в Украине, за Украину. И даже если вы не в Украине, даже если вы в других странах, братья, сестры, то прошу ваших тоже молитв святых, поддержите в молитве. Кстати, в следующее воскресенье там, в этой церкви, где я был вчера, там не будет собрания, отменено собрание в связи с выборами как раз именно, да, потому что у них нет своего здания, помещения, они арендуют помещение, вот, поэтому, кто, если подумал, что в следующее воскресенье приехать, то не получится у вас, вот, значит, и сайт они запустили свой, кстати, вот я ссылочку на сайт сейчас, наверное, все-таки дам. Так, где у меня, я себе сохранял здесь ссылочку на сайт их ней, буквально вот начали сайт, я понял, так, на днях или как бы даже, как бы даже не вчера даже, вот, интересно. Ну, чес. Ну, чес. Ну, чес. Так, ладно, наверное, попозже выставлю эту сайт, сейчас я. Просто на фейсбуке, на своей странице, я здесь давал уже ссылочку, как раз эту, на сайт, у меня здесь три страницы даже на фейсбуке, просто я стараюсь заходить на те две тоже, но в основном только бываю на, значит, на своей основной странице. Вот, да, иисус, иисус.com.ua, вот так вот, привет с Кирова, да, привет всем святым в Кирове. Вот, сейчас я дам сейчас ссылочку, эту, Петр Синица, мы все птичьи такие, Журавлев, Синица, да, птичьи фамилии. Кстати, да, в основном евреи, кстати, брали птичьи фамилии, не знаю почему, Воробьевы, Скворцовы, очень многие птичьи фамилии, это вчерашние еврейские семьи, просто пытавшиеся забыть свои корни. Наши, по крайней мере, так вот сделали, взяли фамилию Рублевую. Так, иисус.com.ua, вот это вот, значит, это я сейчас дал ссылочку, как раз именно, значит, и, значит, можете зайти на этот сайт, этой церкви, где вчера я был как раз на служении. Петр пишет, привет, как хорошо, что я стал христианином, да, здорово, слава Богу, имею возможность слушать христианское радио, BBN, Аллилуйя, Аминь. Да, много радиоканалов, я больше люблю, честно говоря, вот, Christian Country Music слушать, значит, христианское кантри, много американских каналов, сейчас есть радиоэфири, вот, в интернете, и я стараюсь слушать их, вот, поэтому. А здесь, в Украине, классный очень такой канал, значит, радиоканал, это Светло Радио Эммануил называется, Светло Радио Эммануил, вот, я там, кстати, и бываю в эфире тоже, вот, прихожу туда, они здесь в Киеве располагаются, офис у них, вот, я бывал у них часто, много, кстати, в этот раз еще не был еще, в этот приезд, надо будет все-таки в апреле, думаю, месяце у них снова побывать. Так, слава Богу. Вот, и благоставляю вас, и благоставляю сегодня во имя Господня Киев, благоставляю Украину, пусть это духовное пробуждение, которое вот в эти годы последние просто набирает силу, огромную силу, вот, последних пять, шесть, вот, десять лет, я думаю, что последние годы в Украине, на самом деле, понарастающие, вот, это огромное такое духовное пробуждение происходит. Последние два-три года, оно очень такое сильное, мощное такое пробуждение духовное, реформация настоящая происходит сегодня. И молюсь о том, чтобы и после выбора, которого сделают украинцы, граждане Украины, вот, в это воскресенье следующее, чтобы пробуждение не затухало, а наоборот, разгоралось еще больше и больше. Еще больше, чтобы продолжилось это вот великое такое движение Духа Святаго здесь в Украине, на берегах Днепра, в Киеве. Слава Господу! Аллилуйя! 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 Вся земля так долго на цей день чекала, коли глине з неба чистий сильний дощ, коли сонце правди порозгонить хмари, коли пісню счастья заспіває хтось. И цей день нарешті до нас увірвався, він приніс нам віру в світле майбуття. Аллилуйя! Аллилуйя! Прекрасна пісня! Аллилуйя! Через свого Сына! Аллилуйя! Вот щас приглашу щас тоже. Пусть подпевают братья, пусть присоединяются. Аллилуйя! Пусть присоединяются к молитве сейчас. Аллилуйя! Аллилуйя! Кто проснулся, короче, на Фейсбуке, друзья, присоединяйтесь к молитве сейчас. Прямо сейчас, прямо сейчас. Аллилуйя! Аллилуйя! Кто проснулся, кто подключился к странице на Фейсбуке моей, тоже подключайтесь к молитве. Аллилуйя! Попробую щас подключиться, попробую. Аллилуйя! 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 Так. Совместный просмотр. А вот прямой эфир. Есть прямой эфир. Аллилуйя! Аллилуйя! Да, а словами как раз для этой трансляции беру эти как раз слова из Писания, о чём вчера говорил в проповеди, о чём вчера как раз проповедовал. Вот. Слова из Ивана. Одиннадцать двадцать пять. Евангелие от Иоанна. Аллилуйя! 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 Иисусу слава, Иисусу слава, спевает вільно Украина. Вся земля так долго на цей день чекала, коли лине з неба чистый сильный дощ. Коли сонце правди порозгонить хмари, коли пісню счастья заспіває хтось. І цей день нарешті до нас увірвався, він приніс на віру в світле майбуття. Через свого сина, всемогутній батько, нам дарує ріки вічного життя. Иисусу слава, Иисусу слава, лунає пісня над схилами Дніпра. Ісусу слава, Иисусу слава, спеває вільно Украина. Люди України, люди всіх народів, піднімайте руки. Прославляйте Сина, Він єдиний Бог, Він своєю кров'ю розірвав кайдани. Він достоин слави, Він – Ісус Христос. Ісусу слава, Ісусу слава, лунає пісня над схилами Дніпра. Ісусу слава, Ісусу слава, спеває вільно Украина. Ісусу слава, лунає пісня над схилами Дніпра. Ісусу слава, лунає пісня над схилами Дніпра. Аллилуйя, аллилуйя. Слава Ісусу Христу, слава навеки Богу святому. Дамы і господа, братья і сістры, і ні в ком другому нет спасення, ібо нет другого імени под небом данного нам, человекам, нам, людям, которым надвижало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Славим Господа, ібо Он благ, ібо вовек милость Его. Благодарю Бога всемогущего за это добре утро. Благоставляю Бога, вместе с вами хвалю Господа, поклоняюсь Господу. Добре утро всем, товарищи, братья, сістры, дамы, господа. Добре утро всем, всем, всем людям доброй воли. Всем любящим Господа Ісуса Христа. Всем святым і праведним. Всем детям Божьим, верующим разных конфессий, разных динаминаций, разных ветвей христианства. В таком многоветвистом древе церкви Божьей много, действительно, веточек. Но пусть все древо христианства славит Господа ныне. Все ветви мертвые, пусть ветви оживут. Уснувшие, заснувшие, проснутся. Встань спяще, написано. Воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. Аллилуйя. Вчера как раз на служение здесь, в Киеве, я цитировал, в том числе, и это место из священных писаний, из Библии. Встань спяще, ефесянам пишет Павел Апостол. Воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. И я уже 16 лет, с того самого 2003 года, вижу в этом тексте из Писания указание, таинственное такое указание на последние времена. Таинственное указание, также пророческое указание на события последних времен. События, которые происходят и произойдут в Церкви Божьей, в теле Христовом. Пророческое указание, таинственное такое указание на то, что уже начало свершаться. И что свершится на нашей земле. На нашей истрадавшейся планете, дамы и господа, братья и сестры. Действительно, тело Христа, тело Иисуса Христа, многие члены тела Христа в омертвелении находятся. В таком, некоторые во сне, знаете ли, в анабиозе, я не знаю. Но Господь, Он спящих хочет пробудить, мертвых воскресить. И написано, и осветит тебя Христос. Я думаю, что как раз здесь указание. Я верю в это, уже 16 лет уже в это верю. Да, шалом из Тулы. Шалом, да, доброе утро. Доброе утро, Инночка, доброе утро. Супруга моя драгоценная, Инна Сергеевна, доброе утро. Дети наши, да, всех наших деточек благоставляю тоже. Анастасию и Николая, Серафима и Татьяну, Сережу и Инну благоставляю. Внуков наших благоставляю. Котов наших благоставляю. Всех, кто присоединился к утренней трансляции, благоставляю сейчас. Вот, здорово. Я очень Богу благодарен за интернет. Спасибо, Боже, за интернет. Спасибо, Боже, что ты дал жить в такое удивительное время информатики. Время интернета, время такого прогресса, невиданного, неслыханного доселе в человеческом роде. Спасибо, что сегодня даже мы, будучи далеко друг от друга, можем близкими быть. Что сегодня, даже находясь в разных странах, порой в континентах разных, можем вместе вот так вот даже видеть друг друга, слышать друг друга. Утешаться нашей общей верой, проповедовать Евангелие Христа, молиться вместе. Спасибо тебе, Господь. Благодарю тебя за Дух Святой и благодарю тебя за интернет. Благодарю тебя за сверхъестественное твое общение в Духе Святом, которое уже два тысячелетия, Боже, в нас и среди нас на этой земле свершается в Церкви Божьей. И за общение вот в интернете, с помощью интернета последние вот эти годы расширяющиеся. Аллилуйя, спасибо тебе, Господь, со все. Да, и сегодня я молюсь даже заставкой для видеотрансляции здесь вот на Ютубе. Я параллельно включился также сейчас и на Фейсбуке. Я не знаю, там кто-то подсоединился или нет. Да, есть братья здесь есть. Шалом с Калифорнии, пишет Анадолий Чапак, да. Ксюша, шалом, слава Господу, слава ему, спасибо ему. Каждое утро Денис Ткаченко, да. Павел Рейн, Валентин Гермак. Да, то есть братья и сестры, я вижу, подключаются тоже и на Фейсбуке, на моей вот этой основной странице. Слава Богу. Но основная трансляция идет на Ютубе, здесь на Ютубе. Пусть Господь благословит всех вас, братья и сестры, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Славлю Господа, ибо Ты благ, ибо вовек милость Твоя. Славлю Господа, ибо Бог благ, ибо вовек милость Твоя. Славлю Господа, ибо вовек милость Его. Чорч, церковь в таком эфире, двое или трое даже, если подсоединились сейчас, но подсоединился гораздо больше уже, то Господь среди нас здесь во всемирной паутине для кого-то, но для нас верующих это всемирная сеть евангельская. Всемирная сеть евангелизации, глобальной евангелизации, мировой евангелизации, поэтому Господь среди нас в этой всемирной сети глобальной евангелизации. Вовек милость Его славлю Господа, ибо Бог благ, ибо вовек милость Его. О, аллилуйя. Слава Тебе, Господь, Боже, благослови Господь сейчас, благослови Боже всемогущий весь народ свой, и те, кто подключился, и те, кто не смог подключиться, Боже, всех, 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 всех. Благослови сейчас, Боже, эту, как говорят неверующие, всемирную паутину, но для нас верующих, эту всемирную сеть, глобальную сеть евангельскую, Боже, которая всякую рыбу достает, и хорошую, и не очень бывает, всякую, всякую, всякую. Во славу Твою, Господь, Боже всемогущий. И благослови сейчас все, кто находится в этой всемирной сети, во имя Христа Иисуса, прямо сейчас, приди, Господь Боже, ко всем, кто сейчас возле, Господь Боже, компьютера своего, с гаджетом сейчас сидит, кто сейчас, Боже, в переписке, кто сейчас, может, в огорчении, не знаю, кто сейчас находится, может быть, в отчаянии даже, Боже. Очень разные люди подключаются к сети с очень разными нужными, разными просьбами, разными вопросами. Всех задающих вопросы сейчас, говорящих там, окей, Google или что-то еще, спрашивающих у Google, спрашивающих там у Яндекса, там еще там, всех-всех-всех этих сетей. Боже всемогущий, пусть, Господь, Боже, вопросы, Господь, звучат к Тебе, Господь их сердец, Боже, и от Тебя пусть приходят ответы, Боже, прямо сейчас, миллионы и миллионы ответов, Господь Боже, к истрадавшимся сердцам во имя Иисуса Христа. Славлю Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Аллилуйя, слава Тебе, Господь, Боже Всебогущий, благослови, Господь, народ, свой миром, а наипаче сейчас, в этой всемирной, Господь, сети, благослови, Боже, всех любящих Тебя и Тебя боящихся, Боже, всех жаждущих слова Твоего, жаждущих откровений Твоих, благослови, Господь, народ, свой миром, прямо сейчас, во имя Иисуса Христа. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя, да призовит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя, да обратит Господь лицо Своё на Тебя и даст Тебе мир, во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь, аминь. И ни в ком другом нет спасения, дамы и господа, братья и сёстры, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Слава Господу, ибо Он благ, наш Бог благой, ибо вовек милость Его, наш Бог хороший, и никто не хорош, как Бог наш, никто не благ, как Он. Аминь. И когда совершаем причастие, Евхаристия, хлебопреломление, совершаем мы по-разному его в церквях, в наших церквях, допустим, совершается, в других церквях, я бываю в гостях в разных конфессиях. Я за этих последних 20 лет, чуть больше 20 лет своего реформаторского такого евангельского православного служения, я был, ну, я думаю, что так или иначе, наверное, во всех существующих направлениях мирового христианства, от самых либеральных и открытых до самых ультраконсервативных и закрытых, от, не знаю, таких ультрахаризматических до ультраконсервативных в служении своем, от классических христианских вероучений своих до самых сектанских и извращенных в своих догматах, доктринах, от, значит, таких там, как бы, огромных многотысячных собраний до, вот, собраний таких вот 2-3 человека всего лишь. Знаете ли, и в каждом из собраний, и в сектанских собраниях, и в таких православных собраниях, таких вселенских учений церковных, разных-разных-разных, знаете ли, и там, где славится имя Господа, и там, где оно позорится, в любом собрании я говорю об имени Господа моего Спасителя, Иисуса Христа, о том, что действительно ни в ком другом нет спасения, чтобы воззрели на Господа все, и позорившие имя Господне, и прославляющие Его, и отступившие, и в Нем пребывающие, и погружающиеся в Господа, и игнорирующие Его, чтобы все, кто и погибающие, и спасенные, чтобы все воззрели на того, кого пронзили мы грехами своими, и кем мы живем, и движемся, и существуем. Потому что действительно, это стопроцентная правда, это апостольский символ веры, это апостольский, настоящий, по-правдочному, не по-нарожку, по-правдочному, не исторический как-то, значит, там, не книжно, а по-настоящему апостольский символ веры, то, что записано в книге деяний апостолов, то, во что верили наши старшие братья с вами, то, что было записано тогда в деяниях апостольских, в деяниях Духа Святаго, они сказали следующее, нет другого имени под небом, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись. С этим символом веры два тысячелетия церковь жива, как столб и утверждение истины, столб и основание утверждения истины святой, слава Господу всемогущему, аллилуйя. Спасибо тебе, Господь, за церковь твою, благодарю тебя, Господь, за третий храм святой твой в Господе, храм великий, храм величественный, это третий храм, Господь, он уже славой своей, на сегодняшний день уже однозначно превзошел своей славой все, что знало человечество прежде. И второй храм, и первый храм, и переносная скиния, Боже, все, что знал человеческий род, видел славу Твою, великолепие Твое, Боже, в третьем храме, в истории третьего храма, все уже превзошло своей славой, Боже, Твоей, ради Тебя, Господь, Боже, и во имя Твое. Боже, благодарю Тебя, что этот третий храм строится уже два тысячелетия из живых камней, из живых камней на основании апостолов и пророков, имея краеугольным камнем самого Иисуса Христа, праведника, агнца Твоего, спасителя Господа нашего. Аллилуйя, спасибо Тебе, Господь, что основанием является Сын Твой, Спаситель наш, Господь наш, Агнец Твой, ибо никто не может положить другого основания, братья и сестры, ибо нет другого основания, кроме положенного уже основания. Какое основание? Назовем это основание по имени. Скажем, назовем все своими именами, назовем это имя все вместе. Иисус Христос, еще раз, все вместе. Иисус Христос, еще раз. Иисус Христос, еще раз. Иисус Христос, аминь. Одно основание, одно основание, Иисус Христос. Никто не может положить другого основания. Основание третьего храма, это сам Машиах, Иешуа, сам Христос Иисус. И больше того, куполом этого храма, главой церкви является опять-таки сам Машиах Иешуа, сам Христос Иисус. И весь этот третий храм, все это огромнейшее сооружение, строящееся уже два тысячелетия без малого, является телом Машиаха, телом Христа. Это храм Божий, Машиах сейчас, Христос сейчас, здесь, на этой земле. Это есть величайшее таинство во вселенной. Благословен Бог наш. Аминь, аминь, аминь. Благоставляю вас, братья и сестрички, дочечки и сыночки небесного, великого нашего папочки, нашего Бога святого, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого. Благого, и никто не благ, как Он, благой Бог наш. Славлю Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Приготовимся к причастию. Вот моя проскомедия довольно проста. Мое приготовление, ну, в православии называется у нас, приготовление к причастию, к Евхаристии называется проскомедией. У меня есть вот вода, есть кипяченая, я обычно в бутылочке имею с собой всегда воду. Где-то в парке, где-то прогуливаюсь, я всегда, значит, совершаю тоже причастие, Евхаристию. Беру просто воду и хлеб, какой-то сухарик, лепешку, там что. Вот, помолюсь Господу, или чипсы какие-то там, или вот у меня крекер есть, значит, допустим, пример. Бывает так, просто еду у меня с собой, раз печенюшка какая-то, значит, и водичка. Помолюсь Господу, поблагодарю Его, вот, значит, и совершу причастие, хлебопреломление. Когда есть возможность, то я, конечно, использую виноградный сок, ну, классика, классика. Никто классику не отменял. Значит, виноградный сок, баре при хагафен, да, аминь, аминь, баре при хагафен, то есть, плод виноградной лозы. Это классический, конечно. Еще лучше вино, конечно, вот с Израиля, конечно, прям вот в синагогу приезжаю иногда, ну, когда денежка появляется, возможно, съесть финансовая, то стараюсь в синагоге брать виноградный сок или вино именно в синагоге. Там, кошерная, прям с Израиля, прям непосредственно, ну, это, конечно, это уже на шаббат какой-то, шаббат хагадоль, допустим, там, вот перед пасхами шаббат, Великую Субботу, я стараюсь как раз, значит, таким образом причаститься, значит, да. Но, опять-таки, да, мои господа, дело не в качестве, значит, сока, да, вина, не в качестве хлеба. Да, я при возможности, когда финансовая есть возможность, то стараюсь прямо вот израильское купить вино или сок, вот, и хлеб, прям вот, испеченный, кошерный, прям вот именно из муки, израильское непосредственно. В синагоге из Бродского могу купить, допустим, позволить себе иногда. Но это очень дорогое удовольствие, честно говоря. Поэтому чаще всего обычный сок использую, или даже просто воду в причастии. И просто обычный хлеб, даже сухарики, у меня еще, кстати, остались еще орловские сухарики, да, значит, ну, тульские точнее, ну, с орловского хлеба сухарики, вот, я порезал себе, они уже засохшие-засохшие, уже их не разгрызешь уже. Вот, немного их осталось совсем, я экономлю здесь. Очень люблю орловский хлеб, просто обожаю вообще. Вот это черненький хлебушек ржаной, ну, это классика вообще, это классика хлебопечения. Да, в Украине тоже вкусный хлеб, но, к сожалению, вот такого хлеба здесь не найти, к сожалению, да. Хоть заказываю из России опять пару буханочек такого хлеба орловского. Кто будет ехать, если в Киев, то захватите орловский хлеб, купите парочку батонов-то, парочку буханок. Вот, ладно, друзья, и, значит, и обычно просто воду наливаю, беру хлебушек, но у меня сегодня есть остатки халы, значит, шабатные еще халы, субботы у меня, как бы, я, на всю неделю мне хватает этой халы шабатней. Здесь-то одному что-то, отломил кусочек, поел, все, значит, вот, как бы, на всю неделю мне эта булка хватает, эта плетенка. Вот, и про скаймиди, это приготовление. И вот сегодня я использую просто воду, обычную кипяченую воду. Кстати, Господь, Он из воды сделал вино однажды. Да такое вино, что, ой-ой-ой, там даже вот тот товарищ, который отвечал за, значит, этот весь пир, Тамада, тот, да, значит, распорядитель пира, он, когда ему принесли этого вина, ну, это вода, превращенная в вино, то этот Тамада просто обомлел, он даже жениха подозвал, не удержался и говорит, ты что делаешь, милый человек? Люди вначале подают хорошее вино, когда уже выпьют, уже, ну, напьются, там уже, там уже все, там уже качество вина уже не распробуют, вот, значит, а качество вина на любом пиру, на любом пиршестве, это первые бокалы, первый, второй, третий бокал, там люди еще контролируют, что это качество вина. А уже четвертый, пятый, десятый, двадцатый бокал, уже все, там уже не до качества вина, особенно уже, ну, все, уже притупилось уже. И распорядитель говорит этому жениху, слушай, дорогой, ты неправильно поступил вообще, слушай, вначале надо было хорошее вино подать, а потом уже вот то, что у тебя было на пиру. Представляете, а жених-то вообще ни слухом, ни духом, жених вообще не знает даже, обомлел, что случилось, вино уже закончилось, они оказались, вот, ну, а гостей, видимо, пришло, ну, я так понимаю, еще и ради Иисуса где-то, вот, значит, и с Иисусом еще там пришла компания неплохая, да, ученики его пришли там, и какие-то, может, там еще там, о которых не пишется, да, родственники их, там, значит, там Мария была, ее, может, какая-то там родня, там, значит, одним словом, там достаточно много оказалось людей, больше, чем, вот, ну, рассчитывалось изначально. Ну, как бы, это хлебосольные такие еврейские, такие, вот, значит, свадебные торжества, значит, хлебосольная еврейская семья, они приняли всех, значит, да, и, конечно, вина не хватило, вот, после там нескольких бокалов все поняли, что, да, проблема, упс, а что делать? Я так понимаю, и семья-то была, и не сильно богатая семья, значит, а то они, если бы были бы с деньгами там, то, конечно, в чуде, обычно, если деньги есть, то в чудесах меньше есть нужды, как бы, у человека, как и сейчас, допустим, да, в наш век, вот, обычно, многие деньги, многие вещи, которые решаются за деньги, то люди, значит, просто-напросто, как бы, решают их за деньги именно, вот, но когда нет денег, то у человека всегда больше нужды именно в чуде, больше вопиет человек Богу, больше, ну, нуждается в чудесах, вот, так было тогда, так и сейчас, вот, в основном чудеса происходят в жизни людей безденежных, или же очень небогатых, вот, не потому, что богатые не плачут, богатые тоже плачут, но богатые привыкли больше за деньги решать все, и вот та семья еврейская, они бы, и рады бы, конечно, значит, жених-невесту, но, видимо, они на свадьбу уже все вложили, чтобы было у них там, и они не могли себе позволить даже одного кувшина лишнего там вина купить, вот, и Мария прониклась, вот, видимо, это были их знакомые, наверное, да, значит, видимо, жених-невеста очень приглянулись, значит, и, ну, и по всяким причинам, что и нет денег у них вообще, молодая семья, вот, как бы, значит, все вложили в свадьбу, вот, и Мария попросила сына Иисуса, да, значит, Иисус, ну, не мог бы ты, я знаю, ты можешь, ты можешь это сделать, сделай для них, пожалуйста, ну, не хватило вина, люди уже напились, да, но сейчас, как бы, ну, будем так говорить, пьянка в самом разгаре, и вот вдруг, упс, заявили, что все, прекращается, ну, вроде как веселье прекращается, ну, а Мария очень хотела, чтобы пьянка продолжила, чтобы, чтобы люди больше пили, чтобы люди веселились, радовались, ну, понимаете ли, первое чудо Христа Иисуса, оно совершилось не, не, не в крайней нужде такой, знаете ли, это не было исцеление больного человека, или какое-то решение какой-то проблемы такой, ну, самой такой, насущной какой-то, не знаю, это было просто торжество, пьянка-гулянка, значит, еврейская свадьба, радость, веселье, Иисус совершил чудо, Он продолжил эту свадьбу, продолжил эту пьянку-гулянку, продолжил эту радость, это торжество, знаете ли, это, скажу так, это убивает всякую религию, это просто не в бровь, а в глаз бьет всякому религиозному мировоззрению, сознанию, Иисус перечеркивает этим самым, вообще, перечеркивает все религиозное, будем так говорить, представление вообще о машехе, о жизни религиозной и все-все-все прочее, вот, и я думаю, что это не могли ему простить, в том числе, потому что его карьера, как чудотворца, потому что при жизни его очень часто гнали люди религиозные, набожные, и среди его окружения было больше пьяниц и проституток, значит, и воров, значит, чем людей религиозных, набожных, а почему? Почему? Да потому что людям религиозным он не пришелся ко двору, знаете ли, начав свою карьеру с этого чуда, он во многом перечеркнул свою карьеру для них, в их глазах, но не в глазах Бога, в глазах Бога, наоборот, Бог сказал, молодец, сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение, молодец, молодец, ты правильно понял, ты правильно действуешь, ты правильно совершаешь, потому что Бог наш есть Бог любви, Бог есть любовь, Бог есть радость, Бог есть мир, о, спасибо тебе, Господь. Ну, а я часто воду использую в причастие, потому что, если Богу угодно, если Он хочет, Он может превратить это прямо сейчас в то вино, которое было тогда на том перу. Я со спокойной совестью пью эту воду, как кровь моего Господа Иисуса, не имея сейчас финансово возможности виноградный сок приобрести, я просто наливаю вместо сока, наливаю просто обычно воду. Поэтому я и рекомендую братьям, сёстрам, желающим причаститься в дороге, либо в кругу семьи, дома, на рабочем месте, но не имеющим классическую, ну, как бы, классику никто не отменял, говорю, повторяю, да, но не имеющих возможности виноградного сока достать, хлеба кошерного соответствующего, не беда. Не расстраивайтесь, братья. А поступайте, как я поступаю, вот, рекомендую. Просто какой-то сухарик с собой, печенюшка какой-то, крекер, вот, значит, да, вот, значит, просто бутылочка воды, вот, или, вот, бывало, что в дороге просто у меня бутылочка кока-колы, вот, и чипсы с собой, допустим, есть, да, в дороге, всё. Я беру чипсинку, открываю колу, баночку, молюсь, вот, и совершаю причастие. Тело и кровь Господа моего Иисуса Христа, то, что входит в нас, оно не может нас осквернить, тем более осветить. А что же освящает нас, или оскверняет, соответственно, то, что исходит из нашего сердца, из нашего разума, из нашего сердца, из нашей души, вот. И, дамы и господа, братья и сёстры, в причастие не качество вина или качество хлеба является определяющим, А что же является определяющим в причастии? Наше рассуждение о теле и крови Господа Иисуса Христа. Наше рассуждение о том, что Он совершил. Наше рассуждение. Иначе можно съесть самый кошерный из кошерных хлебов. Хлеб, выросший прямо в Израиле, прямо в земле Израиля. Смолотый там и испечённый именно в самой земле Израиля. Вы купите самый дорогой сок виноградный. Здесь я однажды видел там, в Сынагогу Бродского, очень дорогой сок. Я не знаю, почему он такой дорогой был, но его очень дорогим привезли. Я, конечно, не осмелился бы купить такой сок. Больше 500 гривен стоила маленькая бутылочка, малюсенькая бутылочка. Там, не знаю, где-то 150, может 200 миллилитров от силы. Почему такой дорогой, я даже не спросил. Но я так поухал-поухал, думаю, надо же. Может, это какой-то особенный в их понимании, хасидском или ортодоксов, виноградный сок. Но даже если вы выпили такой дорогой, дорогущий сок виноградный, хасидский, перехасидский, ортодоксальный, супер-ультра-ортодоксальный, вы не причаститесь, даже рассуждая порой над бытием, житием своим. Потому что причастие, оно совершается здесь и здесь. И это сам Господь Иисус Христос и Ишуа Машиах. Говорю это и как мессианский служитель, говорю это как православный реформатор, говорю это как христианин. Потому что понимаю, что благословения Божьи, они не должны проходить мимо нас. Апостол Павел писал, что и в его время была такая же ерунда. То же самое было. Люди всегда грешник, он и в Африке грешник. Если человек что-то не понимает, неважно в какой стране он, в каком народе, в какую эпоху он живет. Век интернета или век на конях там ездили. Как бы ни было то, друзья мои, будь это в Римской империи, или это сейчас вот уже, допустим, в 21-м столетии, когда космические корабли, как говорится, бороздят просторы Вселенной, когда уже Израиль на Луну там запустил луноход, и луноход там что-то, может, там селфи делает, в интернете публикует. Смотрю, сегодня ночью посмотрел, значит, там селфи с израильского этого лунохода, значит, как спутник, или как не спутник, как называется. Ну, Израиль запустил не так давно, короче, на Луну какой-то там спутник или ракету. Вот, и с таким луноходом, который очень много пройдет, значит, там, и сделает там всяких фотографий кучу и пришлет на нашу планету, чтобы вот мы порадовались, будем так говорить, да, значит, понаслаждались этим зрелищем. Ну, конечно, для ученых это не просто зрелище, для них это работа, для них это исследование. Вот, но я к чему говорю, что даже в наш век, когда там Израиль уже запустил уже и по луне там ходят сейчас, значит, там, и фотографируют, делают селфи, успевают только, и передают на планету нашу тот луноход. Неважно, в какую эпоху, человек, он всегда человек. И на околоземной орбите, и на Земле, и в подземелье, где-то в глубине там шахты какой-то, допустим, глубинный, человек находящийся, шахтер, где бы то ни был, мил человек, всегда ты остаешься человеком. Всегда те же самые страхи, те же самые фобии, те же самые проблемы, и те же самые доблести, и победы, и мир тот же самый человек испытывает всегда. И благодарю Бога за то. И что нас освящает? Наше рассуждение о теле и крови Господа Иисуса Христа. Во времена апостола Павла там была проблема, я говорю, которая и сейчас есть проблемой, является проблемой очень острой для многих очень верующих. Ну, так или иначе для большинства верующих, к сожалению. До сегодняшнего дня. Многие болеют и умирают даже немало людей, которые могли бы жить и которые могли бы быть здоровыми. А по какой причине? По причине неверия, дамы и господа. Рассуждаем о теле и крови Иисуса Христа каким образом? Да, время уже к 7 часам, мне нужно завершать трансляцию будет, к 7 утра. У меня с 6 до 7 возможностей есть делать трансляцию, потом уже работа уже. И, но, но, я, значит, перед причастием скажу следующее, что, чтобы все благословения Божьи, они не прошли мимо нас, но чтобы они были нашими, чтобы мы приняли их верою, что необходимо делать? Рассуждать правильно. Рассуждать о крови и теле Христа в полном объеме. Первое, основное. Возьмите себе хлебушка, друзья. Какого у вас есть хлебушка? Я возьму, вот, отломлю сейчас кусочек халы, вот этой плетенки шабатней, субботней, субботнего хлеба. И воды. Если у вас есть возможность налить сок у себя виноградного, налейте себе виноградного сока, возьмите хлеба, пресный, квасный, без разницы сейчас. Это причастие. Когда вы в церкви совершаете причастие, когда вы участвуете в хлебопреломлении церковном, тогда уже, конечно, в чужой, как говорится, монастырь со своим уставом не приходят. Допустим, если в церкви какое-то совершается причастие опресниками, я совершаю, как у них принято, опресниками, вином, вином, соком, соком, квасным хлебом, квасным хлебом, безквасным, безквасным. То есть, это все на, как бы, внутренние церковные установления. Или в какой-то семье бывает, допустим, там совершаем хлебопреломление, домашнее общение. Как в этой семье принято, так я и совершаю. То есть я не прихожу к ним со своим уставом. Но когда мы один-один с Господом, даже вот такой онлайн-черч, то мы что делаем? Берем, что есть. Майма таща майма. Берем, что у нас есть, что есть, то есть. Вот, и рассуждаем о теле крови Иисуса Христа. И, братья и сестры, рассуждение какое? Первое, самое основное, что кровью Иисуса Христа, телом Его ломимом, я спасен навеки. Я прощен. Говори это, душа. Я прощен или я прощена. Я исцелен, я исцелена. Я благоставлен или я благоставлена. Говори это, рассуждай над этим. И скажи это не просто внутри себя, а в сердце своем. Если есть возможность, скажи это вслух. Скажи, я спасен через кровь Иисуса Христа. Я полностью прощен. Все грехи мои. Иисус прибил ко Кресту. Агнец Божий. Бог простил меня. Все, что было, что есть, будет, что полностью. Живя во временном измерении, во временном мире и временном этом измерении, конечно, нам вечность не подвластна для понимания. Но просто верой примем, что Бог, Он вне времени. Он и во времени, конечно, в своем творении Он проявляется. А время это одно из Его творений. Сотворение Его. Но, дамы и господа, Он выше всего и выше всех. Он вечность. И Агнец от века закланный. Вечности закланный. В нашем временном измерении, временном мире, 2000 лет назад, без малого, совершилось это таинство. Агнец Божий взошел на крест. Но духовно, мистически, в вечности это совершилось. Как акт спасения всего рода людского. Бог во Христе примирил собою весь мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Ибо един Бог, един посредник, первосвященник, ходатай нового завета, Иисус Христос праведник. Человек Христос и Иисус, предавший себя для искупления всех. Он есть путь к престолу Небесного Отца. Он есть жизнь. Он есть истина, освобождающая всякого призывающего имя Господня. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. За Голгофу, за кровь, я тебя благодарю. За воскресенье твое, за победу твою, за жизнь вечную, бесконечную. Жизнь счастливую, пресчастливую. Благодарю тебя, мой Бог. Благодарю тебя, Иисус. Благодарю, о Дух Святой. Благодарю тебя, Отец мой, Бог мой, Царь мой, Владыка миров, Царь всех миров, Иегова имя твое, Бог Авраама, Исаака Якова. Аллилуйя. Аллилуйя. Ава, Папочка, Татусь, Сущий на небесах, Отец мой. Благодарю тебя, Иисус, Христос, Спаситель мой, Господь мой, Царь мой, Брат мой, Друг мой. Благодарю, о Дух Святой, Ты всегда со мной, Утешитель мой, За все я благодарю. Я тебя, Господь, люблю, За Голгофу, за кровь, Я тебя благодарю. За воскресенье Твое, За победу Твою, За жизнь вечную, Бесконечную, Жизнь счастливую, Пресчастливую, Благодарю тебя, Отец мой, Папочка, Бог мой, Иегова, Творец неба и земли, Благодарю тебя, Иисус, Христос, Спаситель мой, Брат мой, Друг мой, Господь мой, Царь мой. Благодарю, о Дух Святой, Ты всегда со мной, Утешитель мой, За все я благодарю, За все я благодарю. Я тебя, мой Бог, люблю, И за все благодарю. За жизнь вечную, Бесконечную, Жизнь счастливую, Пресчастливую, Благодарю тебя, мой Бог, Благодарю тебя, за все, Люблю тебя, Навеки я, Навеки я, За все я благодарю. Я тебя, мой Бог, люблю, Я тебя, Господь, люблю, И за все благодарю. Спасибо, Господь, спасибо, Драгоценный, Возлюбленный, спасибо. Господь, благословен Ты, Царь, Бог наш, Царь всей Вселенной, Владыка миров, Давший нам хлеб, Давший нам хлеб из земли, И давший нам, да, хлеб наш насущный, да, земной, И давший нам хлеб небесный, Хлеб, сошедший с небес, Ишуа Машиаха, Иисуса Христа, Спасителя, Господа нашего, спасибо тебе. Благословен Бог наш, Царь Вселенной, Давший нам хлеб, воду, Давший нам с небес, Спасителя, Возлюбив мир, Ты отдал Сына Своего, Кровушку за нас пролил, Чтобы всякий верующий в Тебя не погиб, Но имел жизнь вечную, бесконечную, Счастливую, пресчастливую, Ты, Бог, во Христе примирил с Собою мир, Не вменяя людям преступлений их, Благодарю Тебя, Господь, Благодарю Тебя, Благодарю, Тело Иисуса Христа, Аминь, Кровь Иисуса Христа, Аминь, Примите, ешьте, на здоровье, во славу Господа, Аминь, Христос во мне, а я в Нем, Аминь. Аминь, аминь. Аминь, аминь. Аминь, аминь. а меня за жизнь за жизнь всего мира ты отдал свою жизнь благодарю тебя ты самый 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 ты самый добрый самый красивый самый умный бог мой ты мой отец благодарю тебя господь я и отец одно лихаем будь мо за жизнь я и отец одно спасибо тебе господь спасибо тебе спасибо спасибо папочка бог спасибо благослови моих братьев сестер сейчас благослови всех кто принимал причастие всех причастников причастниц поздравляю с причащением святых христовых тайн тела и крови господа нашего бога и спасителя иисуса христа благоставляю вас паки и паки снова и снова да благословит тебя господь и сохранить тебя да призвит на тебя господь светлым лицом своим и помилуй тебя да обратит господь